Всем добра и здравия! Речь сегодня пойдет о гунах, завоевавших в пятом веке всю Европу и обложивших данью Восточно-Римскую империю Константинополь. После смерти ругулы предводительные гунов стали его племянники Аттила и Блэд. Последний при невыстанных обстоятельствах в 445 году погиб на охоте. Власть Аттила стала единоличной. Бриск писал, что Аттила – это человек, который рожден и потрясти мир. По сообщению Амиана, Аттила сравнял с землей всю Европу. Аттила перешел от атаки к кавалерской, к осаде городов и к 447 году взял 60 городов и укрепленных пунктов на Балканах территории современной Греции и в других провинциях Римской империи. Меотида во все времена означала у всех, без исключения древних народов, единственный географический объект нынешнего Азовского моря. Следовательно, биограф готского племени Иордан размещает область расселения гунов непосредственно на берегах этого водоема, точнее озера или болота, каковыми его полагали писатели той эпохи. Затем Иордан пишет, охотники из этого племени выискивали однажды, как обычная дичь на берегу внутренней неотиды. Заметили, что вдруг перед ними появился олень, вошел в озеро и то спустя вперед, то останавливаясь, представлялся указывающим путь. Последовав за ним, охотники пешим ходом перешли в неотийское озеро, которое до нынешнего времени считалось непереходимым, как море. Вовсе не знали, что кроме неотиды существует еще другой мир – скифская земля. И так биограф Готов называет страну, где ранее проживали гуны, внутренней неотидой. Атила – правитель гунов в 434-453 годах, объединивший под свои власти тюркские, германские и другие племена, создавшие державу, простиравшись от Рейна до Волги. Год и место рождения Атила остались неизвестны. Очень приблизительно его возраст можно определить на основании свидетельств очевидца Приска, который в 448 году дал описание Атила как человека с бородой, только тронувшей сединой. Старший сын Атила, который поставил править среди акациров в 448 году, был в таком возрасте, что ему требовался опекун в лице военачальника Анегисия. Все это позволяет предположить рождение Атила в первом десятилетии V века. По одной из версий имя Атила всходит к тюркскому «Итиль» – «Волга» и означает «Волжанин» – «человек с Волги». По другой версии имя происходит от тюркского слова «Алты», что означает «именитый», «прославленный». Второе же значение данного слова – «всадник», «конник». По третьей версии имя восходит к слову «Атта», что с тюркского языка переводится «отец главный». Отец Аттилы, Мунт-Зук, был из царского рода гунов. Его братья Актар и Руа были вождями у гунов. Аттила заставил византийского императора Феодосия-младшего выплачивать ежегодную дань в двойном размере – 400 литр золота, то есть 230 килограмм – и наложил другие тяжелые условия сохранения мира. В 453 году смерть настигла грозного гунтского предводителя Аттила, прозванного «Бич Божий». Согласно историческому преданию, Аттила якобы умер после свадебного пира на ложе германской пленницы Индиго. Впрочем, другие рассказывают, что невеста происходила с Востока, из Парфиана, но это вряд ли. Какая она по счету была жена, неизвестно. Аттила практиковал полигамию. У браков и детей у него было много. По версии неофициальной, немолодой Аттила, возможно, просто принял лишнего на перу и что-то в организме не выдержал свадебных перегрузок. В любом случае, событие произвело впечатление своей символичностью и романтичностью. Потеряв харизматичного лидера, гунны вскоре уходят в степя, и через несколько лет от них уже ни слуха, ни духа. Ночью тайно труп предают земле. Накрепко заключив его в три гроба. Первый из золота, второй из серебра, третий из крепкого железа. Для того, чтобы предотвратить человеческое любопытство перед столь великим богатством, они убили всех, кому поручено было это дело.